Дневной разворот Мы об этом сообщали и заранее, и в момент начала сбора этих заявок, и тогда, когда пришли первые четыре заявки на сайт и хотели с Володей сразу такой короткий урок по навигации на сайте администрации города Кирова устроить в начале нашей программы. Вот что мы сделали с Володей и что вы должны сделать, если хотите подать заявку на попадание в программу федерального формирования комфортной городской среды. Заходим на сайт адмкиров.ру. Администрация нашего города. Да, ну просто в поисковике можно набрать Киров, администрация. Выходите на сайт администрации города Кирова, значит прокручиваете вниз. Спускаетесь чуть ниже. И там висит баннер. Есть несколько баннеров по разным проектам городским, в том числе там и «Цветущий город», это проклумбы, и там есть «Голосуем за красивый город». Нажимаете на этот баннер и выходите на страничку самого проекта. Нас интересовало, а где же, собственно, можно подать заявку для голосования. Оказывается, заявку можно подать прямо за первым абзацем, где сказано, что на этой странице вы можете оставить предложение для благоустройства общественных территорий в 2018 и 2019 годах в рамках программы формирования комфортной городской среды. Отметим, к общественным территориям относятся парки, скверы, это я цитирую сайт, пешеходные зоны, аллеи, бульвары в границах муниципального образования города Киров. Предложение принимается по 12 февраля 2018 года включительно. Запомните, по 12 февраля включительно. И дальше ваше предложение, такое окошко, куда нужно предложение свое забить, и оно отправится в администрацию. То есть, видимо, в свободной форме можно излагать свои мысли, свои предложения. Мы сейчас прям подробно расспросим. И мы видим, что уже направлено 127 предложений. Давайте мы сейчас поговорим о тех предложениях, которые пришли, а потом разберем вопрос, какие предложения рассматриваются, а какие сразу отсекаются и почему. Ну, от 4 до 127 предложений неделя практически прошла. Очень активно голосуют, получается, наши граждане. 127 предложений – это уже много. Я думаю, что все они, конечно же, не войдут в программу формирования комфортной городской среды. О чем пишут люди? Что предлагают? Действительно, уже на сегодняшний день достаточно много поступило предложений. Проведен предварительный анализ того, что поступает каждый день. В конце дня мы эту ситуацию мониторим. Ну, активно, хотелось бы сказать, голосуют жители Новоавятского района. Ну, возникает, раз уж была озвучена общественная территория, набережная в Новоавятском районе, парк Алпака в 41-м микрорайоне. На территории, например, Первомайского района парка Поло, на территории Октябрьского района парк Победы. В Ленинском районе голосуют жители за тот же Кочаровский парк и за отдельные территории, например, там парк Кирова. Вот за такие большие примечательные парки, которые находятся на территории города. Кроме этого, есть и предложения, как мы озвучивали, и пешеходная зона. Здесь предложения поступают и по ремонту тротуаров существующих. У нас есть вопрос по тротуарам. Потому что проблема с пешеходной инфраструктурой в Кирове существует. И в рамках данной программы к формированию комфортной городской среды также предусмотрены мероприятия по благоустройству пешеходных зон. Вот давайте сразу тут обозначим, потому что буквально вчера Игорь Багин, городской активист и сотрудник Вятского государственного университета, специально написал сообщение, что, пожалуйста, спросите про тротуары, потому что не очень понятно, они могут входить в эту историю или не могут. Поясните, пожалуйста, подробно, что мы подразумеваем под пешеходными зонами конкретно. О чем могут писать люди? Ну, начну, наверное, с того, что, как вы уже сказали, на сайте обозначена процедура голосования за общественные территории. То есть сразу обозначу, что это все территории, которые не относятся к дворовым. То есть... В дворы не заходим мы. Дворы нет. По рейтинговому голосованию дворы не попадают, потому что процедура была выбора дворов, которая будет благоустроиться, определена еще в конце 2017 года. Отмечу, что вот эти общественные территории, это территория общего пользования. Это начиная от пешеходных тротуаров, которые идут вдоль улиц, парки, скверы, иные какие-то территории общего пользования, зелененные территории могут быть, какие-то пустыри неблагоустроенные. Которые можно превратить в благоустроенные. Где есть доступ неограниченного круга лиц, грубо говоря, начиная от пешеходного тротуара, заканчивая там любым пустырем, который имеется на территории города. То есть разнообразие этих общественных территорий, оно в городе Кирове есть. То есть пешеходную зону, тротуары вдоль своих домов, вдоль улицы вы можете смело подавать в заявки? Да, это соответствует условиям и критериям проекта и отбору тот, который есть. Вот если я хочу подать, например, заявку, вижу, что нет тротуаров в моем квартале, что я должна написать в этой форме, которая называется ваше предложение? В этой форме достаточно лаконично можно указать участок того тротуара. Например, берем улицу, к примеру, Ленина от улицы Профсоюзной до улицы Роза-Лексембург. Участок данного тротуара обозначаем на сайте. Единственное, может быть пожелание, в каком виде он может быть исполнен, либо в брусчатке, либо в асфальте, либо какие-то еще пожелания могут быть по обустройству. Пожелания или фантазии можно бесконечно придумывать? Знаете, тут нет никаких рамок. Для этого и создан сейчас сбор предложений. То есть можно и фантазировать в данном случае. Но понятно, что любая фантазия должна в последующем как-то реализовываться. Я думаю, что в рамках этого проекта, то, что касается тротуаров, мы, наверное, ограничимся. Самый простой путь – это обозначить участок того тротуара, который нуждается в ремонте. А ведь тут еще и сложная задача, наверное, увязывать это предложение между собой, то есть выстраивать некую линию, некую систему. Потому что, когда все разрознено, это не слишком хорошо. Или даже, сказал бы, плохо вообще. Я, наверное, отдельно остановлюсь, что мы сейчас каждый день проводим работу по мониторингу поступивших предложений. Пешеходных зон пока в виде тротуаров не так много поступает. В основном парки и скверы, вот такие значимые в городе Кирове. В любом случае, если поступят, например, два обращения на благоустройство одного и того же тротуара, только на одной и той же улице, но в разных, грубо говоря, кварталах, то на самом деле есть смысл в дальнейшем их в одно предложение сформировать, чтобы был единый промежуток, потому что, сделав, например, один квартал, пропустив другой, сделав последующий, это будет, ну, в конечном счете, при реализации проекта выглядеть как-то не очень логично. Ну, как лоскутное дело, как некая, да, мозаика, где-то хорошо, где-то плохо, что да, что не очень-то приемлемо, конечно. Конечно. А что касается тех мест города, откуда больше всего заявок уже просто поступило, как территориально? Ну, как я уже отметил, активно голосуют Новоавятский район, очень активно голосуют. Ну, традиционно жители Новоавятской, они активны в этом плане. И сам Новоавятский район, и такие микрорайоны, как Радужины и 41-е, активно в последнее время подключились жители Первомайского района, Ленинского и Октябрьского. Ну, пока что, говорю, что самая активная позиция в Новоавятском районе. Ну, наверное, хотелось бы отметить, что неделю назад еще буквально было в первый день голосования 4 предложения. На сегодняшний день уже у нас там порядка 130 предложений. Предложения поступают ежедневно? Предложения поступают ежедневно. И еще, наверное, хотелось бы отметить, что кроме сайта у нас организован прием этих предложений в центрах местной активности. Там данную заявку можно подать на бумажном носителе. Также порядок очень простой. Жители могут подойти в определенное время. Все адреса центров местной активности также известны. В каждом центре местной активности есть примерный образец бланка, который гражданин может заполнить. Он в себя включает также адресный ориентир той общественной территории и предлагаемые виды работы. Ну, я смотрю, еще можно и на электронную почту отправить свои предложения. Есть возможность. Природа собака от банкиров.ру, видимо, специально создан почтовый ящик для этих целей. Да, активно. Сейчас жители также начали направлять и на электронную почту. Не так, конечно, активно, как на сайте. Но, тем не менее, там уже порядка 30 предложений на адресе электронной почты есть. Но эта вся информация будет объединена? То есть уже 157 предложений получается? Естественно, вся информация, поступившая из всех источников и через сайт, и через электронную почту, и через центры местной активности, она аккумулируется, чтобы в конечном итоге вывести итог по городу. Вот я сейчас буквально написала сообщение о благоустройстве как раз тротуаров по улице Молодая Гвардия и Горбачева на участке от улицы Ленина до улицы Свободы. И просьба благоустроить тротуар на улице Горбачева отремонтировать, а по Молодой Гвардии он вообще отсутствует, устроить его. И хорошо бы в брусчатке написала я. И напомнила, что там есть еще участок, за который голосовали горожане по программе 30 скверов. Напоминаю, все-таки активно голосовавшие в Радужном, в Нововятске, в Кирове. Не забывайте, что есть эти участки, их тоже можно благоустроить по этой программе. Не только большие парки, которые каждый год и так поддерживаются. И хорошо бы, что я такое комплексное предложение сейчас направила и попрошу соседей тоже направить. Посмотрю, пройдет ли. Но вот я уже вижу... Или просто написать, поддерживаемся. Да, вот я уже... Там нет обозначения. Не надо оставлять контактные данные и подписываться не надо. Но я вижу, что уже было 127 предложений, а теперь 128. Мое предложение ушло. Давайте прервем сейчас на полминуты. Напомним, что у нас прямой эфир 211-101. Все возникающие у вас вопросы по этой программе вы можете задавать по этому телефону через полминуты. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы сейчас проводим такой ликбез, как отправить в администрацию заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Напоминаем, что на сайте admkirov.ru, еще раз, в поисковике можете набрать «Киров администрация» и в проекте «Голосуем за красивый город» вы можете оставить свою заявку по благоустройству. И заявка может распространяться на общественные пространства. Парки, скверы, пешеходные зоны, которые включают в себя в том числе и тротуары. Внимание, Игорь Багин, тротуары могут там быть, да, и всех, кого это интересует. Не забывайте, что был проект, и я надеюсь, что будет развиваться, мы еще задаем вопросы по этому поводу, 30 скверов. И скверы на пустырях могут возникать, если будут ваши активные заявки посылаться в городскую администрацию. Пожалуйста, пишите, на данный момент 128 предложений зарегистрировано на сайте администрации города Кирова, и еще порядка 30, как сказал наш гость Дмитрий Печенкин, пришло на почту, тоже в администрацию. И вы можете сейчас звонить, и мы, если сможем оперативно ввести ваше предложение в это поле на сайте администрации, мы его введем обязательно. Я сейчас посмотрю, можно ли с одного адреса два предложения послать. А можно, кстати? Можно, кстати, да, тут непринципиально. Да, кстати, да, мы с тобой вполне можем по одному предложению вбить. Если позвонят по телефону 211-101 и озвучат нам свои предложения, пожалуйста, мы таким образом еще покажем, как их нужно оформлять, эти предложения даже вслух проговорим. Я один раз это сделала, могу и второй раз с удовольствием это сделать. Дмитрий Александрович, предлагая что-то, в частности, вот сейчас за формирование красивой городской среды, надо отдавать себе отчет, а воплотится ли это? То есть на что можно рассчитывать-то все-таки? Потому что для меня лично это такая общая информация. Аллеи, бульвары, парки. На что можем рассчитывать? Как вы дальше будете действовать? Вот 12 числа, напоминаем, 12 февраля закончится сбор предложений. Вы их рассмотрите, обработаете. Как дальше будете поступать? Значит, действительно, до 12 февраля у нас продолжается процедура сбора предложений. В последующем все предложения будут аккумулированы. Но, опять же, в зависимости от того количества, сколько получилось, будет в рейтинговом порядке составлено. А, все-таки будет рейтинг. По каким объектам больше заявок, да? Мы для себя после организации сбора предложений, завершения составим, чтобы нам понимать, где жители активно поддерживают территорию, где менее активно. Что чаще всего упоминается, то и будет в приоритете. После этого, значит, общественная комиссия, которая создана в рамках этого проекта, должна определить те территории из общего количества, которые будут вынесены на рейтинговое голосование, которые будут включены, грубо говоря, в бюллетень для голосования, чтобы жители уже смогли прийти проголосовать за конкретную территорию. Но здесь, после окончания сбора предложений, когда будет определен уже конкретный перечень территорий, которые мы будем выносить на рейтинговое голосование по благоустройству, 2018-2019 год, значит, на каждую территорию будет подготовлен дизайн-проект, ну, концепция, что бы хотелось видеть с учетом вот тех предложений, которые поступили. Кто будет разрабатывать дизайн-проект? Дизайн-проекты мы планируем разрабатывать и как силами нашего муниципального учреждения архитектуры, использовать, ну, в первую очередь, наверное, использовать те наработанные концепции, которые есть. Они, кстати, тоже размещены на сайте администрации в разделе градостроительства. Также привлекать представителей, идея возникала и Вятского государственного университета, и каких-то иных архитектурных либо художественных организаций. То есть здесь и рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ предусмотрено максимальное привлечение жителей, профессионалов в области архитектуры и градостроительства к формированию этой концепции, чтобы в конечном счете мы получили тот результат, за который голосовали жители. У нас есть телефонный звонок, да. 211-101, вы в эфире, мы слушаем вас, как зовут и ваше предложение. Здравствуйте, меня зовут Елена, я с производственной 7. У нас между производственной большой и малой есть пешеходная аллея. И на этой аллее очень давно, 30 лет уже не менялся асфальт. Там большие ямы, и вот неплохо бы там провести благоустройство. Да, особенно со стороны улицы Московской, там несколько буквально выборин, где газовые коммуникации поперек дорожки проложены. Производственная 7 между производственной большой и малой пешеходной аллеей отремонтировать, правильно? Да, да. А есть дополнительные вопросы? Вот что еще туда нужно унести, Дмитрий Александрович? Вот если заявку подавать. Спасибо за предложение. Представляю вот эту пешеходную часть, которая у нас вдоль улицы Производственной от Московской до Воровского, действительно, она пользуется и хорошей, и востребована для жителей этого микрорайона. Да, да. То есть, вот, Елена, на настоящее время вы можете, воспользовавшись, например, сайтом администрации... А мы сейчас это делаем. Мы одновременно вашу заявку формируем. Значит, указываем тот участок аллеи, которая нуждается в благоустройстве. Ну, грубо говоря, можно ее написать улица Производственная от Московской до Воровского. Там бульварная часть, либо пешеходная часть. И лучше бы указать еще, что именно там хотелось бы видеть. Если мы говорим о благоустройстве самой пешеходной дорожки, то это, наверное, могла бы быть брусчатка вдоль всей пешеходной дорожки. Сайтом администрации, главное, чтобы можно было ступить, а то сейчас люди месят грязь. Когда мы, вот, следующий шаг, когда мы указываем на то покрытие, которое, возможно, будет сделано на данной территории, там возникает следующее, наверное, виды работ. Это установка каких-то малых архитектурных форм, скамея, курн. Наверное, есть какая-то потребность на данной территории в освещении. То есть здесь мы не ограничены теми предложениями, которые вот сейчас собираем. Скамейки там просто ужасные. Приболокли откуда-то из города, просто разваленные. И там на них сидеть страшно. Страшно. Еще раз, извините, пожалуйста, Елена, да? Да, да. А у вас есть возможность самостоятельно зайти в интернет, на сайт городской администрации и подать заявку? Вообще-то у меня компьютера нет. Ага. А у соседей? Ну, как так сказать, я вообще не знаю. Объединиться у друзей, товарищей, родственников? Ну, вот если бы вы загрузили эту заявку, наверное, было бы максимально. Мы-то, Елена, загрузили, мы-то, Елена, загрузили, но надо понимать, что не зря в этой программе предусмотрено активное участие горожан. И хорошо, когда горожане и соседи объединяются. То есть, чем больше вы распространите эту информацию, чем шире, да? Чем больше проголосуете, Елена, упоминаете. Чем больше проголосуют ваших соседей и напишут все это в интернете, тем выше ваша заявка будет в рейтинге. Поэтому мы-то с Володей вот внесли сейчас, да? Ну что, я нажимаю «Отправить». Отправить. А вы, пожалуйста, поговорите со своими соседями, пусть они тоже поучаствуют. Ну, просто у нас довольно пастивные соседи. А вот давайте их активизировать. Напишите объявление и повесьте на двери вашего подъезда. Ну, хорошо. Спасибо, Елена. 211-101. Пожалуйста, вот так же, как Елена, можете звонить и сообщать, что бы вы хотели видеть в программе благоустройства городской среды. Но вот, кстати, это очень показательно ведь, правда, коллеги, что вот звонит Елена и говорит, надо же, вот как хорошо она услышала нашу программу, позвонила, и мы написали за нее. Она не может через интернет послать. В центр местной активности, похоже, не ходит. И вообще соседи, говорит, пассивные. Но вот мне кажется, как раз в тех местах, где соседи пассивные, там до сих пор существуют такие участки, их много, их много. Это говорит о нашей активности, которые не благоустроены, потому что там, где благоустраиваются, уже соседи объединились, они поучаствовали в ППМИ, и не один раз, правда, дворы преображаются у таких людей, годами просто участвуют. И много чего еще, и в конце концов, даже по нашей программе 30 скверов уже благоустраивается, да, замечательный совершенно сквер Менделеева. Например, я уверена, что и в этом году он тоже будет развиваться, он такой большой, протяженный, и мы всячески это поддержим. 211-101, номер телефона прямого эфира, пожалуйста, ваши заявки в прямом эфире принимаем. А если поговорить о финансировании, Дмитрий Александрович, из каких бюджетных или небюджетных источников это все будет осуществляться? Давайте отдельно остановлюсь на тех средствах, которые у нас планируются в рамках этого проекта. Но сразу отмечу, что здесь основная доля средств, это средства федеральные 90%, и софинансирование по 5% это со стороны области и со стороны местного бюджета. На 2018 год у нас общая сумма, которая планируется на благоустройство общественных территорий, это 79 миллионов. В 2018 году? В 2018 год 79 миллионов на благоустройство всех общественных территорий, которые пройдут отбор именно на 2018 год. Простите, как программа-то называется? Программа называется «Приоритетный проект формирования комфортной городской среды». А, то есть в этом же формировании городской... Да, еще одно ответвление вот этого проекта появилось, когда на общественной территории. Хорошо. Примем звонок, 211-101. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Мы вас слушаем, как вас зовут? Меня Наталья Сергеевна зовут. Наталья Сергеевна, слушаем вас внимательно. Вот я звоню с Пролетарской, 48. Мы уже обращались в газету, писали везде. У нас тротуары, начиная от Карла Липнихта до Дериндяева, вообще нельзя ходить, особенно участок, с половины ближе Карла Липнихта, одни кирпичи, глина. Летом там не поражено... Наталья Сергеевна, давайте мы сейчас не жалуемся, а формируем заявку. Мы говорим, что нам необходимо отремонтировать тротуары по территории, по улице Пролетарской, от Карла Липнихта до какой? До Дериндяева. До Дериндяева. До Дериндяева. Дальше. Что там еще? С освещения. Что вы хотите там? Ну, освещение там есть, свет хватает, только единственное грязное очень. Асфальт, бордюры, озеленение. Что у вас там? Это вот мы живем здесь уже почти 50 лет, тротуара там никогда не было. Наталья Сергеевна, еще раз, асфальт, бордюры, озеленение, скамейки, чего не хватает там еще? Скамейок нет, а вот хотя бы асфальт сделали. Ну, бордюр-то, наверное, тоже надо делать, раз асфальт будут делать. Бордюры, скамейки не нужны, бордюры нужны. Ну, можно так сказать. Урны, у вас там есть урны? Да какие урны, нет там ничего. Урны нужны, Наталья Сергеевна? Я думаю, что нет, утащат все равно. Ах, вот какое отношение. А если вы следить будете, вы же там живете с соседями? Ну, как следить? Ночью ведь не будешь караулить. У нас были скамейки все время, все у нас растащено уже давно. То есть скамейки-то все-таки есть, где там поставить, правильно? Ну, есть, конечно, поставить. Скажите, Наталья Сергеевна, мы сейчас вот с Владимиром Светанином забьем вашу заявку, и будет она звучать следующим образом. Забьем на сайте Администрации. Пролетарская улица, тротуары от Карла Липнихта до Дериндяева. Бордюры, урны, скамейки, асфальт. А вот скажите, пожалуйста, Наталья Сергеевна, вы в Центр местной активности ходите? Нет, я не в курсе. А соседи ваши знают про программу, которую мы сейчас рассказываем? Ну, может быть, и знают, у нас есть активные, но... Ага, они есть, но вы не там, ясно. Я не в курсе. Вы не в курсе. А эти активные граждане, вы не знаете, подавали уже заявку по вашим тротуарам? Не знаю. Не могу сказать, может быть, и да, тут у нас еще садик сзади нас, там тоже ходят. Так, Наталья Сергеевна, а с соседями своими вы разговариваете на эти темы? Они способны подать заявки, вот как вы сейчас, например, в интернете? Ну, надо поговорить, конечно. Вот, это хорошая мысль. Давайте вы поговорите со своими соседями, и они тоже зайдут на сайт администрации города Кирова, и в разделе «Голосуем за красивый город» подадут заявку. Но только с таким отношением. Пусть у нас будет асфальт, скамейки, урны, все красиво, а не с таким. Все растащат, и все равно все будет плохо, да? Ну, понятно. Спасибо вам. Итак, тротуары по улице Пролетарской от Карла Липнихта до улицы Дериндеева. Просим отремонтировать асфальт, бордюры, урны, скамейки. Отправляю. Все, есть вторая заявка, третья уже за этот наш эфир. Давайте сейчас прервемся буквально на полторы минуты. У нас реклама, и еще поговорим про деньги, потому что 79 миллионов на всю программу выделено. А надо вспомнить, что парк на площади Конева в прошлом году 60 миллионов ремонтировали, и эти еще не доремонтировали. Администрация Кирова принимает заявки на благоустройство городской среды в рамках федерального проекта «Кофортная городская среда». И мы говорим здесь об этом процессе с Дмитрием Печенкиным, начальником отдела благоустройства, управления благоустройством и транспорта администрации Кирова. Мы не только говорим, но еще и активно пользуемся сайтом администрации города и заполняем заявки по вашим звонкам. Да, но вот сейчас на три минутки все-таки мы прервем прием заявок, потому что хотим поговорить о деньгах. Итак, озвучена сумма 79 миллионов в рамках программы «Комфортная городская среда» выделена в этом году на муниципальное образование город Кира. На общественные территории. На общественные территории. Вспомним, что в прошлом году, по крайней мере здесь такая цифра озвучилась в этой студии, я ее помню четко, 60 миллионов было потрачено или запланировано к тому, чтобы потратить на благоустройство парка на площади Конева. Мы помним, что там велосипедные дорожки планировались, что там много площадок и спортивных, и детских было. Там даже в проекте старинном, который подняли и хотели, и вроде бы частично реализовывали, и фонтан был запланирован, не знаю, будет он или нет. Но 60 миллионов всего лишь на один парк, не целиком, а на частичку парка, и тот, который еще не реализован, а всего у нас 79. Давайте, кстати говоря, про Кочаровский парк, а потом как мы эти 79 миллионов делить-то будем? Ну, действительно, изначально в прошлом году планировалось там порядка 60 миллионов в целом на весь Кочаровский парк, на ту концепцию, которая была разработана изначально. Скажу, что в конечном итоге у нас стоимость благоустройства парка составила там порядка 45 миллионов. Это и после прохождения экспертизы с метной стоимостью значительно снизилось. В результате то, что было задумано проектом благоустройства на 2017 год, в том числе и фонтан, на сегодняшний день все работы выполнены. Я думаю, что в весенний-летний период мы увидим уже все то, что не успели сделать осенью. То есть работать фонтан будет уже в Кочаровском парке летом? Он полностью сдан. Значит, то оборудование, которое планировалось, полностью смонтировано. И в весенний период, я думаю, что мы его запустим. Значит, как мы уже сейчас наблюдаем, там выставлены малоархитектурные формы, это урны-скамейки. Будут выставлены дополнительные вазоны, которые мы осенью не выставляли. Ну, а все мероприятия по устройству пешеходных дорожек, велосипедных дорожек, они выполнены. Появилась первая в городе площадка по выгулу собак, по их тренировке. Это, наверное, первая такая многофункциональная площадка, она на самом деле сейчас есть на территории парка. То есть там даже полоса препятствий? Там есть и снаряды для тренировки, горки различные. Для собак, да. Значит, эта территория у нас, если кто живет в этом микрорайоне в вечернее, в ночное время, очень хорошо освещается. Если раньше это было черное пятно, то на сегодняшний день это одна из самых освещенных территорий. Там были использованы светильники светодиодные. И вот кто вечером там гуляет, а достаточно много людей там гуляет и с собаками, и с детьми. И просто проводя там время, сам иногда бываю по вечерам, вижу, что парк пользуется спросом освещения, скамейки. Ну и я говорю, что в летний период, когда будет цветочное озеленение, то мы увидим тот результат, который в итоге должен был быть. Планировалось. Ну так все равно 45 миллионов, а у нас на этот год всего 79. Как будут распределяться средства? Действительно, мы ограничены в том лимите средств, которые у нас предусмотрены муниципальной программой. Ну, в первую очередь будут введены уже, грубо говоря, в реализацию те проекты, за которые проголосует максимальное количество жителей города. То есть им будет отдан приоритет. Но учитывая, что у нас программа рассчитана и на 2019 год, то есть те объекты, которые не вошли именно по результатам, что не хватило средств на 2018 год, они будут запланированы на 2019 год. Вот для этого и проводится рейтинговое голосование. Ну и в последующем, как ранее озвучилось, программа в целом рассчитана до 2022 года. Будет учитываться результаты этого голосования при последующей реализации. Так все-таки, Александр Ждах, простите, что прерываю. Я хочу спросить, а вот средства эти 79 миллионов, они в этом году, ну как это часто принято говорить, будут размазаны по большинству приоритетных предложений? Или все-таки вот капитально будет делаться то, что будет в вершине рейтинга, а остальное, умы, уже будет переходить на следующий год? Ну, во-первых, наверное, мы посмотрим, что будет в вершине рейтинга. Потому что, учитывая, что сейчас активность жителей будет увеличиваться, значит, если будет какой-то знаковый объект, то, конечно же, будет отдан приоритет ему. Но я думаю, что одним объектом мы все-таки не ограничимся. И по условиям проекта мы в результате должны, ну вот Кировская область должна предъявить не менее двух лучших практик по благоустройству. То есть будем стремиться к тому, чтобы по результатам реализации этого проекта в 2018 году получить какой-то знаковый объект. Пока не готов сказать какой, потому что предложений, как я уже сказал, очень много. Ну и тем самым, возвращаясь к пешеходным зонам, нам бы хотелось, чтобы и эта часть городской инфраструктуры попала в реализацию на 2018 год. Вот сейчас еще один звонок премиума и поймем, на что еще жалуются или что предлагают наши слушатели. Что еще их готовы инициировать? Алло, добрый день. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Виктор Иванович. Да, Виктор Иванович, ваше предложение. Значит, мы проживаем в районе стадиона «Прогресс». Это улица Горького между Маклино и Воровского. Ну мы с вами практически соседи, надо сказать. Да, вот соседи очень хорошо. Есть дом такой, значит, Горького 27, в котором расположена на первом этаже библиотека. Да. И вот напротив этого дома, торца этого дома, где выходит библиотека, трутары вообще практически отсутствуют. Поддерживают? Где там грязь, как в ходу и деревне. Поддерживают вас полностью. А ему никто ничего там не делает. Там люди убиваются, идут по льду по этому. Так вот, я не могу понять. 50 метров, 50, 60 метров. Так, мы договариваемся следующим образом. Мы сейчас заявки оформляем. Будьте добры, заявочку туда у нас нет. А вот скажите теперь, у меня к вам традиционный вопрос, пока Володя, как я вижу, пишет заявку на сайте администрации. Сам это вы можете это сделать на сайте администрации города Кирова? Да, вот в том-то и дело, что у меня ни этого хозяйства, ничего нет. Так, а объявление написать на дверях вашего дома, что граждане, голосуйте за такой-то участок, сделать нужно то-то. Ну это можем, конечно. Вот, вы можете написать объявление, даже от руки, написать следующее. Голосуем за ремонт тротуара, вот там-то, там-то, там-то. Что нужно сделать? Зайти на сайт администрации города Кирова, admkirov.ru, найти баннер «Голосуем за красивый город» и написать следующее. О, это трудно. Я так бы на бумаге изложил, а вот это куда-то там зайти. Так, на бумаге, на бумаге. Так мы целый час рассказываем про это. На сайте администрации города Кирова. Баннер «Голосуем за красивый город». Написать следующее сообщение и отправить заявку. Ну попробуем. Вот, попробуйте. Каждый из нас попробует, глядишь, и получится что-нибудь. Спасибо вам. Я хотел как бы заявочку эту сделать. Да, спасибо, спасибо. Ну вот, вы знаете, да, вы знаете, вот все-таки товарищи дорогие, граждане, соседи, ну что же это такое? Я не... Все разворуют, никто ничего не делает. Вы сами-то что-то делали? Нет, не делал. На сайт можете зайти? Нет, не зайду. Объявление будем писать? Ой, это сложно. Ну так это как-то надо себя прямо взять в руки и сделать шаг. Все, Виктор Иванович, написал. Нечетная сторона улицы Горького от Воровского до Маклина. Пожалуйста, тротуары нужно перевести. В надлежащее состояние. Тебя не слышно, Володя, вообще. Вообще не слышно. У вас нет другой микрофон? Я не знаю, что происходит у нас со звуком, но ничего не слышно. Вообще слышно. Это, видимо, Денис. Вот сейчас слышно. Ну я, наверное, добавлю, раз у многих сейчас возникает проблема с использованием каких-то электронных ресурсов. Да, Денис Александрович, вот как выяснилось. Вот видите, да. Как мы уже озвучили в начале нашей программы, есть возможность подать и в бумажном виде. На самом деле, может быть, определенной категорией наших жителей это более просто. То есть есть возможность дойти до своего центра местной активности. Как правило, все центры местной активности у нас по микрорайонам расположены. Но мы, я думаю, что актуализируем обновим информацию по адресам. Их у нас 19. То есть использовать, грубо говоря, 30 минут своего свободного времени, дойти и подать эту заявку. Еще с соседями поговорить. А, кстати, центры местной активности, они как-то информируют жителей? Ну вот свою подхозяйственную территорию обходят объявления? На сегодняшний день и объявления, форма объявлений разработана, она уже на всех местах общего пользования расклеивается. В ближайшее время буквально мы в общественном транспорте разместим эти объявления, что идет организован сбор предложений. Максимально используем ресурсы сайта администрации. Ну и вот участие во всех программах, которые идут в средствах массовой информации. Ну я хочу сказать, что объявления на дверях вашего подъезда, которые вы сами напишите, очень действенны. Потому что когда в прошлом году на сайте 30 скверов появилась форма и призыв распечатайте объявления, повесьте у вас на стене и только вбейте адрес выбранного пункта. Ну 12 тысяч проголосовавших, это же суперрезультат. Мы надеемся, что, поскольку эта информация донесена до глав города Кирова Ильи Шульгина и Елены Васильевны Ковалевой, и 30 скверов в этом году стронутся с мертвой точки. И напоминаю еще раз, что эти объекты, за которые мы голосовали, могут попасть и в комфортную городскую среду. Голосуйте. Особенно если вы там напишите, что можно там по деньгам, у нас же есть партнеры в этих проектах. То есть снизится стоимость, мы еще раз говорим, 79 миллионов, это не такая большая сумма, как кажется. Там благоустроить один парк не хватит, как следует на 79 миллионов. Но если вы напишите в своей заявке, что у вас есть проектная документация или архитекторы, которые могут разработать сквер, дизайн-проект, активная группа, сами поучаствовать в посадке деревьев, например, в побелке бордюров и так далее, то мне кажется, что такая заявка, она будет иметь приоритет, конечно, в рейтинге. Давайте минуту еще посвятим общению с нашим слушателем. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Олег. Да, здравствуй. Мне хотелось озвучить участок, желаемый для благоустройства. Заявочку мы, конечно, сможем оформить и сами. Но мы сейчас вам поможем тоже, чем больше, тем лучше. Итак, Олег, ваше предложение? Значит, участвовать между Северной больницей и домом на Супырина-1. Участок чего? Участок улицы. Ну, там улицы сложно назвать. Там предполагался, значит, проезд. Раньше был проект в продолжение улицы Супырина до Северной больницы. Но до благоустройства нормально так и не дошло. Что у вас там сейчас? Проходят, ни тротуара, ничего нет. То есть нужен тротуар? Он участок-то для людей? Да, нужен тротуар обязательно. Нужен тротуар. Пешеходная зона, тротуар. Асфальт или брусчатка? Да хотя бы асфальт уж. Вот хотя бы. Ну что ж такое-то? Хотя бы асфальт. Освещение, урны. Освещение обязательно, да. Освещение нет. Абсолютно неосвещенную часть. Асфальта нет. Бордюры есть? Нет, не бордюры. А зеленение необходимо? А зеленение, да, желательно. А зеленение. Ну давайте, чего скромничать-то? Все, чтобы чин по чину было. А не просто вам там асфальта налепили. И вот главное, чтобы пройти можно было. Итак, нормальный тротуар. Да? С асфальтовый, с урнами, освещением и озеленением. Да, совершенно верно. Может, что-то и получится. Значит, мы эту вашу заявку отправляем. Но вы, пожалуйста, и ваши соседи тоже сделайте. Уже отправляем. Непременно. Все, спасибо. Все, завершили мы прием заявок в прямом эфире. Так, по рейтингу мы голосовали. То есть потом, когда после 12 февраля списки будут сформированы, снова выкладываем в интернет, да, чтобы люди голосовали за места благоустройства. Так? Нет. Еще раз повторюсь, значит, как будет закончен сбор предложений, который у нас идет до 12 февраля. Значит, нам дается там буквально 5 дней, чтобы определить вот те территории. Это будет определять общественная комиссия, которая создана в рамках этого проекта с участием депутатов городской думы, представителей ОНФ. Значит, будет определен тот перечень объектов, которые будут вынесены уже на рейтинговое голосование. То есть из тех предложений будет на 2018-2019 год вынесено, грубо говоря, там из 50 поступивших предложений будет вынесено 10-15. А кто голосовать-то будет? Голосовать будут жители города Кирова. То есть голосовалка будет, ты прав. То есть после этого, значит, будет определен конкретный перечень. По этому перечню будут подготовлены либо использованы те концепции, либо эскизные дизайн-проекты, которые на сегодняшний день есть. Они будут вместе с перечнем опубликованы во всех средствах массовой информации на сайте администрации. И конкретно вот этот перечень будет вынесен на рейтинговое голосование, дата которого будет определена до 16 февраля текущего года. Примерное время розыгрыша контрактов, начало работ? Нет, мы выносим на голосование сначала вот те территории. После рейтингового голосования, которое у нас в течение первого квартала должно завершиться, то есть это ориентировочно март месяц, будет назначена конкретная дата, будут определены места, куда люди смогут идти, будут подготовлены бюллетени, в которых уже будет этот перечень территорий. И придя на участок гражданин, он может обозначить те территории, которые будут занесены в бюллетени. А, 18 марта? Нет, я не готов говорить. День голосования? И гражданин уже в этом бюллетене будет обозначать те территории, раз голосование рейтинговое, то есть он может выбрать несколько территорий, чтобы обозначить свой приоритет. И в дальнейшем уже будет определен тот победитель, либо победитель из числа поступивших предложений для благоустройства в 18 и в 19 годах. Поняли. Спасибо, Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, управления благоустройством и транспорта администрации Кирова в дневном развороте. И мы, Владимир Сметанин и Светлана Занько, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин